Песня «Воскресенье Твое» 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 сердце. Пусть этот храм Святых Царствий, Святостью, будет для нас островком Родины, островком, где мы можем привергнуть свои жгодня, свои исходы. Человек московский, который назван Церковью Примуны, митрополит Московский писал. Человек, который не может быть гражданином своего земного Отечества, не может быть гражданином Царства Божьего. Но важно понимать, что любовь к своей Родине никак не ни в дождей, ни в нормальной национальности. Мы должны помнить, что все люди Родины, независимо ни от себя только кожи, ни от национальности, ни от каких-то любых людей. Все дети Родины. И плакать, когда мы видим наших соотечественников, православных попрещений, православных поверь, которые уходят на сторону до речи, которые вешают себя так, как будто не имеют никакого отношения ни к своей Родиной Церкви, ни к психологическим. Действительно сбываются слова Писания, чтобы многие прибыли от восток и от запад, и взглядывали на Душу. А избраны будут изменили Богу. Святые Царши и Страстотерцы, молитие Бога о нас. Святые Царши и Страстотерцы, молитие Бога о нас. Благослови, Дружи моя, Господа благослови, 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 Субтитры подогнал «Симон» Мы приехали в этот дивный, прекрасный город Хуахин с острова Пхукет, на котором находится наш храм, посвященный в честь святой живоначальной Троицы. Наш храм Вознесения Господня находится на острове Самуи. Русские, которые проживают в Таиланде, в частности, на нашем острове, пять лет назад приехали к архимандриту Олегу Черепанину с предложением, чтобы и на их острове была хоть какая-то православная часовня, где они смогли бы молиться. Пять лет назад они приехали к отцу Олегу, началось строительство храма, и в этом году мы отметили трехлетие, до дня открытия Вознесенского храма на острове Самуи. Наш храм Святой Троицы находится в прекрасном тоже месте, на острове, с одной стороны Адаманское море, с другой стороны прекрасный Индийский океан, красивейшее место, куда приезжают тысячи и тысячи туристов со всего мира. В нашем храме праздники проходят очень дружно. Обычно в этом участвуют прихожане, матушка, мы собираемся на террасе храма, устраиваем какое-то праздничное барбекю или в трапезной храма. Часто, если есть хорошая погода, на острове мы выезжаем на пляж, если это пост, то это рыбное барбекю, конечно же, если это не пост, это другая пища, организовывали конкурс рисунков среди тайских детей на рождественскую тематику, собирали рождественские подарки, сладкие подарки, очень помогли наши прихожане из Москвы, а также и прихожане, которые проживают на острове Самуи, они тоже участвовали в этом деле, в этом деле благотворительности. Наши службы проходят очень радостно, торжественно. Мы служим на церковно-славянском языке. Сейчас мы активно занимаемся переводами текстов по православии, русского на тайский язык, английского на тайский язык. Два раза в месяц мы посещаем тюремные учреждения, где-то также два раза в месяц мы посещаем полицейский участок, где прибывают заключенные, прихожане собирают им что-то покушать, готовят специальные порции, специальных контейнеров. На острове Пхукет наш храм уже около пяти лет проводит литургии, службы, служится. К нам приходит очень много наших соотечественников. Приходит не только соотечественники, но и местное население. В последнее время очень много тайцев приходит помолиться в храм, которые являются буддистами. В основном они приходят во внебогослужебное время. Очень приятно слышать какие-то слова благодарности, слова восхищения о церкви. Завтра, в честь которого будет божественная литургия, праздник и концерт, оно очень знаменательно, конечно, и для нашей страны, и для России, и для Таиланда, потому что две царственных особы для нас, для России, святой царственный стастотерпец Николай II, Николай Александрович Романов, и для тайцев тоже святой их король, Чуваломкорн, Рома V. И эта встреча, она, конечно, является таким знаменательным событием вообще в акселенской нашей истории, когда два царя встретились 125 лет тому назад, чтобы объединить усилия по сотрудничеству двух огромных народов, русского и тайского народа, чтобы наша дружба никогда не угасла, чтобы она процветала и приносила доброй плоды. В мае 1796 годов года делегация из Таиланда, и вовлечество благословия, создавшихся в первой группе Сэмбол и Сен-Петербурге, и в очередной раме Россия, для учения позвоночника из Таилана, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»